На вашем канале замерли просмотры, не прибавляются подписчики и уже давно не было ни одного нового комментария. Значит ли это, что ваш канал мертв? Не спешите принимать соболезнования. Есть рабочая стратегия, которая помогает оживить практически любой мертвый канал. Сегодняшнее видео об этом. Итак, у вас есть канал, где вы раньше регулярно постили видео, потом по каким-то причинам перестали это делать, а теперь хотите снова запустить этот механизм. Это очень распространенный случай, так что поверьте, не все так страшно, как может показаться на первый взгляд и не все так безнадежно. Когда вы хотите возобновить заброшенный канал после долгой паузы, то первое, на что вам нужно обратить внимание, это тематика и ниша вашего контента. Определите, планируете ли вы продолжать публиковать видео на те же темы, что и вы делали раньше, или вы хотите сменить направление. Если вы останетесь в той же нише и аудитории контент не поменяются, это более простой кейс. В этом случае возродить канал получится быстрее. Возвращайтесь к стабильному графику загрузки, но желательно чуть более интенсивному, чем раньше. Это даст сигнал алгоритмам платформы, алгоритмам YouTube, что окей, кажется, у нас затепилась жизнь, и надо начать продвигать эту историю, этот канал заново. И если вы будете стабильно придерживаться графика, то зрители постепенно вернутся, особенно если заметят, что вы загружаете новый материал часто и регулярно. Если ваш новый контент отличается от того, что вы постили раньше, допустим, вы хотите попробовать другое направление, вам придется приложить чуть больше усилий. Впрочем, не думайте, что это безнадежный кейс. Вы определенно можете оживить канал, даже изменив тематику. На YouTube есть немало примеров кардинальной смены тематики каналов. Например, блогер iJustine начинала с видео о своей повседневной жизни. Лайфстайл, косметика, челленджи и все такое. Но в последние годы она сосредоточилась на технологиях. Теперь она снимает обзоры гаджетов, программного обеспечения и игровых консолей. Перемена радикальная, но это не помешало ее каналу набрать более 7 миллионов подписчиков. Но если вы тоже запланировали подобную трансформацию, настраивайтесь на долгий процесс. Он будет таким как минимум из-за того, что у YouTube уже есть накопленная информация о вашем канале на основе ваших старых данных. Алгоритмы уже знают, кто может быть идеальной потенциальной аудиторией для вас и какие темы контента ее интересуют и так далее. И когда вы меняете направление, загружая совершенно другой контент, вы даете алгоритму новый набор исходных данных, который может не подходить предыдущей аудитории. И YouTube, и аудитории потребуется какое-то время, чтобы разобраться в чем дело и построиться под ваше новое направление вашего канала. Еще один подводный камень такого сценария это неизбежные отписки. Те зрители, которые подписались на вас до того, как вы перестали вести канал, приходили за совершенно другим контентом. И как только в рекомендациях появится нерелевантный контент от забытого автора, часть аудитории может отписаться, особенно если новая тематика не соответствует их интересам. Это абсолютно нормально и неизбежно. Поэтому, если вы меняете направление, подумайте. Возможно, имеет смысл начать новый канал, а не оживлять старый. И чтобы решить это, ответьте на следующие вопросы. Насколько большая аудитория на вашем старом мертвом канале? И насколько вам будет жалко или не жалко потерять это количество подписчиков? Второй вопрос. Какова вероятность того, что старые зрители хотя бы отдаленно заинтересуются новым контентом, который вы собираетесь создавать? Быть может, вы уходите не в радикально новую тематику, а в смежную. Например, был фитнес, а стал блог о правильном питании. Или был канал про игровую индустрию, а теперь вы переключились на обзоры техники. В таком случае, есть шанс, что часть аудитории захочет остаться с вами. Если же смена ниш более радикальная, я бы рекомендовал тренировать алгоритмы Ютуба с нуля и заново искать своих зрителей, создавая при этом новый канал. И третий вопрос. Получает ли ваш старый канал хоть какие-нибудь даже минимальные просмотры или все показатели уже на нуле? Если там теплится хоть какая-то жизнь, возможно, стоит дать ему второй шанс. Ведь для алгоритма будет проще работать с тем каналом, который уже набрал себе какой-то авторитет. Но если нет, то имеет смысл пойти по пути чистого листа и завести новый канал. Какой бы ни был ваш сценарий, ваш выбор, вы должны убедиться, что контент, который вы загружаете, будет стратегическим. Нельзя просто так взять и создать случайный материал, надеясь, что он сработает. Стратегия — наше все. И о ней мы поговорим сразу после короткого объявления от команды Mavaya Vlog. Если вы хотите вдохнуть новую жизнь в свой канал, вам нужно повышать качество своих видео. И классный, продуманный монтаж будет вашим преимуществом. Сейчас у вас есть возможность получить все необходимые инструменты для крутого видеомонтажа, который захватит внимание вашей аудитории. Я говорю про Movavi Unlimited. Это уникальный годовой план, который объединяет внутри одной интуитивно понятной платформы все самое лучшее от Movavi. И это не только сам Movavi Video Redactor Plus, но и программы для обработки фотографий, для записи экрана, для конвертации медиа в файл, а также ряд полезных приложений для работы с документами. Помимо этого, Movavi Unlimited откроет вам годовой безлимитный доступ ко всем наборам магазина эффектов Movavi. Ориентироваться в инструментах крайне просто. Вы сможете подготавливать исходники, визуально оформлять целые видеопроекты, ретушировать фотографии и все это всего в несколько кликов. И в отличие от профессиональных аналогов, Movavi Unlimited доступен для многих пользователей. Годовая подписка даст вам доступ к 10 программам и огромной коллекции эффектов по цене всего одного приложения. Ну и наконец, для корректной работы этой платформы вам будет достаточно даже среднего по характеристикам компьютера. Так что нет нужды ждать, пока сойдутся звезды. Начните создавать классные видео прямо сейчас, получив лучшие инструменты Movavi с невероятными скидками аж до 85%. Эта акция ограничена во времени, так что успевайте и кликайте по ссылке в описании. Ну а мы вернемся к нашей основной теме. Поговорим про стратегический подход. Если вы хотите с триумфом вернуться на YouTube и оживить ваш мертвый заброшенный канал, вам нужно использовать стратегический подход. Он включает в себя три главных пункта. Во-первых, всегда держите в уме, что YouTube это поисковая система. Люди заходят на эту платформу, чтобы в ответ на свой запрос получить стопку видео, которая этот запрос удовлетворяет. Поэтому перед созданием новых роликов, особенно после длительной паузы на канале, проведите исследование ключевых слов в своей нише. Иными словами, убедитесь, что создаете материал, который действительно нужен зрителям. Для этого самое простое, что вы можете сделать, это в строке поиска YouTube ввести 3-5 слов по вашей теме и посмотреть, что появляется в автозаполнении. Предложенные вам запросы это как раз те темы, которые люди ищут прямо сейчас. Эти ключевые фразы дадут вам подсказку, о чем снимать новый контент, а заодно какие слова использовать в названии своего видео и в первой паре строк описания. Так вы передаете эту информацию не только зрителю, но и алгоритму YouTube, чтобы он понял, куда на платформе поместить ваш контент, в какие результаты поиска и по каким конкретным фразам. Ваша задача здесь это помочь поисковой системе и алгоритму YouTube продвинуть ваш контент, а для этого нужно наполнить его ключевыми словами. Во-вторых, вам нужно убедиться, что на ваше видео будут кликать. Да, это звучит банально и мы много раз говорили об этом на нашем канале, но яркие, интригующие обложки, картинки, превью это действительно супер важная вещь. Не халтурьте в этом вопросе. Ведь даже если вы правильно пройдете первый шаг и ваши новые видео будут отображаться на первых местах по конкретным поисковым, довольно крупным частым запросам по всей платформе YouTube, все это будет бессмысленно, если зрители не заинтересуются обложками и не будут кликать на ваше видео. В этом случае в конечном итоге и сам YouTube, и сами алгоритмы перестанут продвигать ваше видео. И наконец, третий пункт нашей стратегии. После того, как вы оптимизировали ролик по ключевым словам, сделали классную обложку, картинка превью офигительная, и зритель нашел и открыл ваше видео, вам нужно, чтобы он или она остались с вами и досмотрели ваше видео до самого конца или как минимум как можно дольше его смотрели. В идеале, после просмотра одного вашего ролика, зритель должен остаться на вашем канале и включить что-то еще. Так алгоритм YouTube поймет, что ваши видео задерживают зрителя на платформе, то есть на вашем канале, и привлекают его внимание. Как бы цинично это ни звучало, но это именно то, что нужно для самого YouTube, а значит он будет вам помогать. Поэтому стремитесь создавать качественные и увлекательные видео, которые будут связаны с другим контентом на вашем канале, чтобы зацепившись за один интересный ролик, зритель хотел посмотреть следующий сразу. Кстати, о том, как создавать такие связки между видео, я уже рассказывал в одном из недавних роликов на нашем канале, а ссылка к нему будет где-то здесь, обязательно посмотрите. Оптимизация старого контента. Окей, а что же делать со старым контентом на вашем канале, чтобы он не лежал мертвым грузом, а тоже начал работать? Если у вас есть силы и время, то советую провести ревизию и внести в этот старый контент некоторые корректировки. Хотя старые публикованные ролики уже нельзя изменить, вы всегда можете сделать 4 простые вещи. Первое. Внести изменения в некоторые названия, чтобы добавить интригу и ключевые слова. Второе. Обновить обложки, то есть картинки превью. Третье. Подкорректировать описание к видео. И, наконец, четвертое. Добавить несколько новых тегов, которые подскажут алгоритмам Ютуба, какие типы поисковых запросов или какие ключевые слова связаны с вашим каналом. Внесите эти правки в существующий контент, и вы сможете подстегнуть обновление алгоритмов. Заодно подумайте о том, какие еще инструменты доступны вам сейчас на Ютубе, к которым, возможно, вы не имели доступа раньше. Их можно использовать, чтобы увеличить трафик и взаимодействие с аудиторией. Например, обязательно анонсируйте свое триумфальное возвращение заранее во вкладке «Сообщество» или в Ютуб Шорт. Такой анонс оживит вашу уснувшую аудиторию. Возможно, кто-то захочет пересмотреть ваши старые ролики после такого объявления. Ну и вообще народ начнет ждать и будет готов, когда вы, наконец-то, выложите свой первый ролик после большого перерыва. К тому же, когда вы заранее расскажете про свое возвращение, это повлияет и на вас, ведь появится чувство ответственности перед своими зрителями. Это будет вас мотивировать продолжать работать над каналом. Оптимизировать старый материал и использовать новые возможности Ютуба – это, конечно, хорошо, но все-таки самое главное, что вам нужно сделать, если вы хотите оживить свой старый канал, – это сосредоточиться на новом контенте. Используйте стратегический подход, анализируйте тренды и поисковые запросы, следуйте интересам своей аудитории и будьте готовы меняться. Успех всегда лежит за пределами зоны комфорта. И хотя вдохнуть новую жизнь в мертвый канал задача непростая, с правильным позитивным настроем вы точно с этим справитесь. Не забывайте, что за дозой вдохновения и поддержки вы всегда можете прийти на наш канал, на канал Мавайевлог. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, это видео будет полезно для вас. Скоро увидимся.